Вайл, а скажите, все-таки это мероприятие было посвящено одной важной теме. Это закон о просвещении, просветительская деятельность. По сути, запрещается друг другу передавать какие-то знания, навыки. Все это государство хочет контролировать. Ну, он же уже принят. Ведь на этапе его принятия так не отреагировали. А сейчас-то сколько людей было даже, я видел выступления, говорят, мы хоть и не коммунисты, но пришли сюда, потому что ну куда дальше-то, это совсем худо. Вот почему это так затронуло, в чем смысл этих, может быть, кто не понимает, запретительных мер на просветительскую деятельность? Ну, стадом баранов всегда управлять легче, чем коллективом умных людей. Вот, собственно, ключевая причина, почему нынешняя власть пытается людей превратить в баранов. Тут, ну, достаточно понятная, очевидная логика. Когда этот закон принимался, народ зло достаточно шутил, что, мол, ну вы же ограничиваете просветительскую деятельность, но вы деятельность, тогда ведущую к деградации, тогда должны вообще, наверное, вообще запретить? Нет, этому мы вообще мешать не будем. Да, такие грустные шутки немножко, над которыми не всегда хочется смеяться. То есть, вон, когда у нас вот этот онлайн-бордель «Дом-2» годами идет на телевидении, это никому не мешает. Никаких согласований, никаких ограничений, никакого там заблаговеренного представления там сценария и программы, ничего этого не нужно. Не нужно проверять тех, кто в этом участвует, это все-все устраивает. Абсолютно отупляющие программы нашего центрального телевидения, у которых IQ целевой аудитории стремительно приближается к нулевой отметке уже. Скоро дебилы, больные болезнью Дауна и олигофрены начнут возмущаться тупостью этих передач, потому что даже для них уже это тяжеловато будет воспринять. Ну, и это у нас ограничений не воспринимает. На первый и второй каналы у нас ограничений нет. На передаче там Соловьева и остальных телепропагандонов тоже нет, они никому не мешают. А просветительская деятельность должна ограничиваться. Ну, редкостная глупость. В принципе, ну, характерные примеры приводились на мероприятия. Первый пример. Ветеран войны приходит в школу. По новому закону он обязан пройти всю эту мертвичину бюрократического согласования. Абсолютно понятно, что к тому моменту, когда он это пройдет, он уже будет не с нами. Любой человек, который стал лукивался с нашей бюрократией, ну, постарается сделать все, чтобы не столкнуться с ней еще раз. Да, согласен. По личной инициативе уж точно. Да, вот. Второй пример. Иностранный крупный ученый, там, Нобелевский лауреат, приезжает в Россию провести цикл лекций. Когда ему начнешь объяснять, что ему нужно пройти все круги ада ради того, чтобы объяснить, о чем он собирается рассказывать, пройти внутреннюю цензуру, что он сделает? Он сделает, развернется и уедет. Но если в вашей стране не нужны умные люди, а нужны дебилы, то никто за нас с вами эту проблему расхлебывать не будет. И не нужно думать, что кто-то начнет бросаться на амбразуру и преодолевать все редуты и барьеры, которые выстроила армия правящих сторонников отупления населения. Я с трудом подбираю слова, которые бы прошли цензуру. Но, в общем, честно говоря, подсознание бунтует против того, чтобы оценивать это все в рамках печатного слова. Потому что, ну, разумному объяснению это же не поддается. Ну, либо в конце концов выйдите и честно скажите, что да, нам нужно, чтобы все население было тупым. Это тоже позиция. Но она была бы хотя бы честная и открытая. И, может быть, оно бы меньше вызывало там чисто эмоционального возмущения. Ну, хотя бы честно. Даже это они не готовы. И ни одно объяснение внятного, зачем они это делают. Вот для чего? То есть, вот когда ты делаешь какую-то вот большую вещь, вызываешь существенное отторжение. Причем не на уровне там, что вот там школьники, студенты посидели и там на перемене поворчали, что нам не нравится образовательная программа. Но крупнейшие умы, то есть, у нас там академики выступали, видные ученые. Высказывалась Академия наук, включая руководство. При всей специфике там внутренних процессов, даже в Академии наук, этот проект вызвал серьезно отрицательную оценку. А где реакция, где объяснение? Вот профессиональное сообщество выступает с твердой позицией против этого. Но вы же должны объяснить, встать, сказать, что ну, товарищи, мы понимаем, что вот у нас есть позиция. Но у нас вот такие острейшие проблемы возникают, если мы этот закон не примем. Ну, казалось бы, ну, если вы занимаетесь честной политической там деятельностью. Ну, выйди, объясни ты. Зачем тебе делать из людей дебилов? Вот, кровь из носу, вот, вот, острейшая больная проблема. Так вы же ее даже выдумать не можете. Не то, что найти из объективно существующих. Не может быть таких объективных причин. Любая страна, любое государство заинтересовано в наличии умных людей. Да, я так понимаю, что мы вписали в Конституцию слово Бог. Но даже проповедь воскресная попадает под действие этого закона. И, я так полагаю, церковь может высказаться, но, наверное, еще не высказалась. Ну, я думаю, что церковь будет скорее учить смирение. Все-таки церковь у нас получает достаточно много преимуществ, несмотря на то, что по Конституции она отделена от государства. Ну, и все-таки времена прогрессивной борьбы церкви за светлое будущее, по моему личному убеждению, они все-таки в прошлом. Если многие долгие годы церковь несла просвещение, например, на селе, какие-то разумные вещи продвигала, была все-таки каким-то подвижником каких-то моральных ценностей. Но в современном государстве, к сожалению, все эти роли церковью забыты. Ну, и кроме критики с позицией материализма, еще возникает вопрос, даже для верующих людей, вообще вас не смущает, что у вас вместо идеалов нестяжательства, изгнания торгашей с храма, у вас те самые люди, которые должны быть, собственно, примером и образцом, ездят на роскошных машинах, ни в чем себе не отказывают. Некоторые из видных иерархов церкви промышляли бизнесом, который плохо совместим с занимаемыми должностями. Это все вызывает дополнительные конфликты. Наверное, вешать всех собак на церковь тоже неправильно. И позиции у церкви не такие уж прочные, если она рискнет поссориться с властями. Я думаю, что тут последствия понятны. И все-таки закон этот продвигал не церковь. Поэтому я думаю, что мы, наверное, этот вопрос должны оставить в стороне. Но вы все-таки больше, когда говорите об этих людях, все-таки про РПЦ и МП, насколько я понимаю. Потому что есть же другие, например, протестанты в России, буддисты и так далее. Но они, как вы правильно заметили, всегда выступала по местной церкви, как вокруг нее местное самоуправление складывалось. Она же обучала грамоте. А теперь, получается, и молчаливо соглашается с тем, что народ в какое-то безграмотное болото туда толкают. И молчи. Ну, церковь сейчас просвещением, наверное, не занимается у этого корня. Все-таки, наверное, в начале прошлого века, когда советская власть такими темпами взялась за выстраивание образовательной системы, что даже объективно уже всем остальным было сложнее конкурировать. Огромные усилия были предприняты, организовано было школьное обучение поголовное, в общем, ликвидация безграмотности. В общем, здесь-то я, наверное, может быть, опять же, да, это не то, что следует там ставить в вину церкви. Вот. Я повторюсь, все-таки вопрос этого закона – это вопрос светской власти, которая по закону обязана вообще отставить наши интересы. А фактически они занимаются, отставим интересов тех, кто сейчас находится на вершине этой пирамиды власти и пытается за нее всячески удержаться. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...